Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Вот однажды, в 90-х годах, я с младшим сыном Сергеем возвращался с паломнической поездки с Крыма, где находился в ряде монастырей. И по пути следования домой, в Донецк, я зашел в Камуж-Заре, в храм. И там находился отец Дмитрий. Вот узнав о том, что я был в этой поездке паломнической, он мне задал прямой вопрос. Ну, а какую духовную пользу ты получил, пребывая там? И я на какой-то момент даже оторопел. В самом деле, что я в плане духовного получил? Вот в плане познания местности, обычаев, так сказать, я информацию получил полную. Какая там жизнь монастырская, кто там живет. А в плане духовной жизни для себя, что я для себя духовного почерпнул, поднял я свой уровень духовный, это я не мог сказать. И вот он мне потом сказал такие слова, что если эта поездка не преследует какой-либо цели повышения твоего духовного уровня, православного, христианского, тогда это, ну скажем так, ну это любопытство. Это трата денег, времени, без какой-либо практической пользы. И вот бывая в монастырях, я часто замечаю объявления. Такой-такой-то отдел паломнический предлагает поездки. Там в Израиль, по монастырям России, Украины, стоимость поездки стоит, к кому обращаться. И вот как нам православным реагировать на это дело. С одной стороны, вроде как, если есть деньги, еще бы не поехать, не посмотреть мир. А с другой стороны, полны слова отца Дмитрия. А какую духовную пользу ты от этого получишь? Как у нас во свете Библии рассматривается такой этот вопрос? Вот евреи каждый год ходили в Иерусалим. Для них это было как обязанности, паломническая своего рода поездка или поход. А в наше время? Есть ли какое-то духовное оправдание этим вот мероприятиям? Кто считает Библию, тот знает. Они приходили в Иерусалим по прямому повелению Божию. Трижды в год являться перед весом Божиим. Здесь никаких повелений не было. Это выдумка. И они приходили, приносили жертву, которую накопили, отдавали. Отдавать нужно было священство. Было только в Иерусалиме. В других местах его не было. Нигде львина, колено, тысячи людей. Они все вместе здесь были. При храме. Но не приходили. Они давали десятину, что положено. Это Тавита 1 глава 6-8 стих об этом говорит. Ну и все. А какая польза была? Они об этом и не думали. О какой пользе? Повеление Божье выполнено. Какая польза? А почему не работать было в это время? Бог повелел. Все работы оставляли и пошли. Это был своего рода троекратный намаз в течение года. И ехали. А для Христа это было исполнение пророчества. Жил не здесь, а пришел на родину своих предков, чтобы выполнить. Говорит. Родился в Ифлиеме. И в Ифлием земля. Именно ни с чем не меньше. И вот сегодня сравнение даже не тихоое. А вот тут родится такое-то, такое-то. И земля эта возвысится благодаря этому. Поэтому о паломничестве вообще ни одного слова нет. Но уже в жития встречается. Там Мартинян один. И у него корабль разбит был. Его выбросил на остров. И он там остался. А потом еще авария была. И туда забросила женщину. Он побоялся, что с ней сойдется Зоя. И он разбежался и прыгнул в море. И дальше уже, говорит, дельфины ему помогли. И чему он научился? Я не знаю сейчас, если бы режиссер. Как он представил бы себе этого Мартина? Этого Мартиняна? На кого он похожий? И он занялся чем? Написано, в течение года. Он прошел 138 мест городов. Если он шел, значит, был здоровый человек. Ну, пришел. Здравствуйте. Так, я есть вообще накормительная. И подался дальше. Ну, оставься. Ну, поработай. Ну, погляди. Вложи там какой-то свой доход туда. Там, может быть, свадьба. Ребенок родился. Ничего нет. Но в житии я упомянула это. В житиях это уже фигурирует. Ходили на поклонения. Муж и жена решили жить. Поврось. Ради Бога. Ну, естественно, что постились. И потом они оказались в одной паломнической группе и друг друга не узнали. Не узнали. И вот так. Я жития спрятых насчитывал. И все это делился. Я ни одного дня не был и не пойду. Вот у нас сейчас сегодня 14 сентября 17-го года. Вот, 14-е. А, 16-е, то есть послезавтра. У нас здесь престольный праздник. В честь святого Анфима Никоведийского, священномученика. Ну, в этот день как праздничный считается у нас. Но главное, что... Главное, я считаю, что приезжает митрополит Сергий Иванников, Московского патриархата, со своими служителями. И они здесь проводят богослужения, беседу. Встречаем, провожаем. Мы уже называем его своим архиереем. С необыкновенным нашим статусом. Мы им не подчиняемся. Ну, наш близкий нам человек приехал. Вот. Приехал сейчас к председателям Совета ВВГБТ. Глава нашего района. Это наш руководитель. А хотя он мне никак не относится. Слово «наш» не означает, что мы единомысливы во всем. С этим председателем Совета. Так и здесь. В житиях много раз указано, что ходили на поклонение. В разные города. Иногда приходили с кем-то повидаться. Как с Арсением Великим. Мы далека. Шли через пустыню. Ой, долго шли. Иногда месяц. Больше. Серафион был такой любитель. Он слышал о Марке Фращеском и подался. А в Афинской горах далеко было. И он шел, тычинки ставил, чтобы мы обратно глянем. Тычинка. Тычинка занято прошел. Я такие тычинки ставил около сусливых норок, где капканы стоят. Чтоб суслив не верил. Но я нашел. Маленько подальше. И он утром проснулся. А тычинки все около головы лежат собранные. Лукавые собрал и положил. И он понял, что я надеялся не на тычинки, а на Бога. Была бы карта, значит, навигатор какой-то. Ну и дальше он уже пошел. Шел, шел, шел. Вот так же этого Серафиона встреча была. И с Ануфрием. Увидел его голый, обросший шерстью. Борода до земли. До земли. И он увидел, побежал, испугался. Он говорит, бегай, я человек. Это же говорила Мария и египетское старство Зосиме. Они там жили. Все это вопреки Слову Божьему. То есть огромная сила, воля. Просто железный характер. Ему бы только идти и друзейся в языческих странах, в Скандинавии. Они даже до Туркмении, Узбекистана не дошли. Через 600 лет, после начала христианства, придут туда другие. И они будут тем, кто сейчас есть. Они ничего не знают, но они будут враждебны о православии. Это все на совести монахов и вот этих паломничеств. Проблуждали, промыкались. Ничего нигде нет. Запретить указы. Ну как запретить? Шучить надо. Вот никаких указов на паломнические группы, на крестные ходы баптисты не издают. А у них их нет. И никому не придет куда-то идти. А вот было. Они ходят тоже вместе. Куда? В кабинет к начальнику. Походотайствуют за братьев. Их там прямо на месте арестовывают и сажают. Иные домой возвращаются. Это по тем временам. Вот и все. Не нужно это. Их нужно вырвать с корнем. Ни одного нерва не оставить. Это все вместе, так сказать, пытаются они имитировать под спасение, под святость. Там ничего нет. О Христе речи даже нет. А о Библии напоминания никакого нет. Ну и понятно, вместе придут мужчины, женщины, парни, девки. Сказать-то это. Я говорю, а ты бы отпустил свою дочь, куда крестную ходь? Сам восхищается, реально ни за что. А одному. Я тебя как звать? Алексей. Я назвал в честь Алексея Божий Человека. Значит, Алексей Божий Человек. А апостол Павел так не называется, как будто он не Божий. Божий. В день свадьбы вылез в окно или где, удрался в дом. И всю жизнь плакала невеста, жена. Фиктивная. Мать плакала. Отец, потом родители, и было не муку верующие. Много жертвовали нищим. Причин бежать никакой не было. То есть, вот эта атмосфера, миазма, заразы уже проникала везде. И он ушел, бросил. Я говорю, ты же назван от общейского кровати, святой, великий. Я говорю, а ты знаешь его биографию? Нет. Ну, он вот так вот сделал. Оставил невесту уже после мельчания. Я все думал, бежать, зачем мельчал, зачем ее связал-то? И она сидела в окно и плакала. Живой она, Леша, не живой. Я говорю, твоей дочери. У тебя дочь есть? Есть. Она говорит, как раз у меня сейчас замуж собирается. Ну, вот такой попался Алексей. И только помещались, пришли домой, он даже с ней ни разу не спал. И он в окно выскочил и ушел. Да я бы его своими руками задавил. Ну, вот тебе и все. Ты только сейчас говорил, великий святой, а сейчас бы ты его задавил, как хорька какого-то. Зачем? Кроты. Кротовую жизнь устроили. Киево, Печерская лавка, пещеры в горах киевских. Это принесли оттуда. Это пообедали, взяли шликовые лопаты и пошли рыть землю. Это пещерное христианство-то. Пещерное, оно так и называется. А пещерное, это там где-то чуть-чуть только человек от обезьян отошел, с ветки соскочил. Большая греческая свадьба там говорит об этом. Вот и все. Ты, если знаешь Бога, то и вопрос этот не нужен. Никогда не был и не пойду. Крестные ходы паломнической группы, они не объединяют. А у нас наоборот, знакомство. Ну, дальше-то что? Вы дальше даже по крестному ходу и говорите. Так мы всю зиму готовимся. Ну, как готовитесь? Лыжи навостряете? Или как? Зашиваете порванное? Как вы готовитесь-то? Ну, готовимся. Сухари сушите. Вот я если готовлюсь, я насушил 12 полных мешков сухарей. Привез тут, раздал, осталось. Никогда пекарня не работает у нас по какой-то причине. Сухари на стол. Сам знаешь, что завязку потеряли я тут. Как говорят, кипиш устроил им этот. Не нашли. Не нашли? Нету. Вот двое, они одинаковые. Разрезал мои сухари, а тут лыжи бегают. Не закрытые оставил. Геревочки потеряли. Вот чему надо учить-то. По-серьезному относиться к жизни. Все. Инна Кидихна, я вижу. Ну, давай. А вот тогда получается, что мы можем прийти к такому выводу, что в нашей церкви могут быть и двойные стандарты. С одной стороны, мы представляем человека как святого, а с другой стороны, мы никогда не будем примеру его подражать. Вот я знал, у нас есть святой, наш Лара Садогорский, и он затворник. Он лет 17-15 провел затворье, добровольно затворье провел. И оттуда уже больным вынесли его, и он уже доживал в больничной палате. Ну, для меня это было, на первых порах, как бы героизмом этого человека. 17 лет находиться в таких стесненных условиях. Ни солнца тебе, ни общения с людьми нормально, ничего. Без Божьей помощи, ну, невозможно было выдержать такое испытание. А с другой стороны, за вопросом, ну, а зачем же нам подражать такому вот законническому образу жизни? Что это дает человеку практически? Слово Божие действительно не выполняет в плане благорестования. Вот, как он будет благорестовать, если он живет в пещере. И с другой стороны, есть святые, которые тоже пострадали при жизни своей, но только не по своей воле, а по воле безбожно-большевистской власти. Как воин и осенецкий. Как его не угнетали, не ссылали. А он служил везде на своем месте тем талантом, которым был дан ему Богом. Врачевством и, в конце концов, своей твердой, неизбиваемой силой, мужеством, с Божьей помощью. Вот, он и в своих трудах просветительских, учительских, он преподавал студентам. Никогда не расставался со своей рясой. То есть, он гордо держал то звание, в котором был облачок. И за это его уважают, за мужество, за терпение, за пользу которого на земле. Это действительно святой человек. Вот, как-то не совсем может и разумно ставить на одну линию святых, которые, хоть и названы таковыми, но не за такие подвиги, как подвиги Воднесенецкого. Вот, происходил в пещере 17 лет. Ну, а зачем? Один майонахов, я же тебя считал, он келью сделал такую маленькую, такую низкую, что только три погибли, согнувшись. Не протянулся ничего, значит, у него хребет так и остался. Кто-то ему поднес, ел, кто-то ел, ел меньше, ну, все, у него ни одна калория не тратилась. А теперь, чтобы тепло случайно не было, он убрал крышу. А потом просто отверстие сделал в стенках везде, чтобы ветер его дул, сквозняк был. То есть они думали, как тяжче сделать, как тягомоднее, рекорд поставить. А другой монах, монахи молодые там, узнали, что у него такое есть, приходили, говорит, в эти отверстия делали водный исход. То есть писали туда, чтобы ему вода текла. Туалет устроили. Писсуар. Ну, что это? Это уровень развития, подражания святому. Зато, говорит, это и есть истинное празднование. Почему тут подражать? И они, вот, большую какую-то нашел козла, ободрал его, так, не разрезал, шкуру снял, для головы оставил щели только одни. И на нем эта шкура была. Представь, сколько там злого не было, ни о мытье речи не было, ничего нет. И в этой шкуре он ходил, как мне тяжело. То есть Бог даст мне обязательно спасение. Я страдал. Нигде в Библии об этом не говорится, чтобы так делал. И нигде Господь не запрещал спать. Они старались без сна обходиться. Вот мы считаем, где Христос лег на возглавие. Идет буря, а он уснул. Ничего тут такого нет. Ученики уснули. Да, но в данный момент это было не нужно. Его прикалы даже за это. Но не больше того он не оттолкнул. Я считаю, что какие они себе подвиги выкомуривали буквально. Вот Семен Столбник, он не знал, что же сейчас сделать. Так он столб поставил, залез туда и выше сделал. Еще надстроил. Еще выше. Теперь мандру вокруг возвести стену. Но он не знал. Другой Семен, тоже Семен, решил юродствовать. И зашел на свалку, там собака лежит, дохлая. Он ее подхватил, привязал за пояс и по городу поволок. И давай там кричать. Ох, его как увидали, ребятишки. Камнями в него, ты поразить тут, развоняешься, заразу развозишь. Вот все. В число юродивых я уже попал. Дальше будет легче. Юродивым подавать будут, кормить. Вот как. Я считал и видел. Ни шага, ни одного нету евангельского. Господь нигде это не говорил. Что спрячься, а говорит, иди и благовествуй. А мертвецам оставь ходить в мертвецовую. И еще, Игнатий Ильич Ильич, вы неоднократно говорили о целомудрии. И вот сейчас я встречаю такую картину, когда бываю в храм, что в храм приходят дети, подростки в шортах. Ну, как говорится, чуть ли не в трусах. И никто никогда никаких замечаний со стороны священства им не делает. Так, приходят хоть в майках, хоть в трусах. Даже на эту тему проповеди нема. Допустим, в монастыре, в Покровском Харькове, ну, как решили, там окраина выдает мужчинам, которые приходят в шортах, юбки. Вот никакой другой вопрос. Мужчинам или женщинам? Мужчинам. И женщинам, само собой, если они приходят в коротких шортах, коротких юбках, им тоже выдают юбки там специально. И мужчинам тоже юбки? И мужчинам юбки дают, да. Ну, вот такое я только видел именно в Харьковском Покровском монастыре. Но мне известно и другое, что женская одежда на мужчине, так же самое, как и мужская на женщины, это мерзость перед Богом. Я не могу сказать, какой это стих какой главы. Второе законе 22.5. Вот. Ну, не учат нас этому. И мы как-то воспринимаем... Ну, сам учись, не учат. Это еще не оправдание. Донос не оправдание. Я узнал не так, теперь я говорю, как должно. Да не это важно. Главное, внутренний человек. Так это от внутреннего идет. От него все зависит, пишет Ява Москамынский, отец мировой педагогики. Он говорит, на одном плече плащ и носи, как паяц, кривляка. Как сидеть, как сморкаться. Все абсолютно написал. Все. Какое должно быть одеяние. Написан приличное. Да они не знают. Они еще не знают и не хотят знать. И из-за этого его архиереи гонять не будет. Он литургию отвел, отвел. Требует, требуется, исполнил. Что еще надо? А проповедовать в обязанности ставится. У меня таланта на это нет. Ну, нет таланта. Пойти куда-то, а что я пойду? У меня таланта нет. То есть у него талант есть подгребать под себя, что на столы поминальные кладут. В Парнауле такая была одна. Я ее знаю хорошо. Муж меньше ее ростом. Но она к архиерея все время, владыка. А она, кажется, в хоре поет ее. Ну, не знаю, знаю. Ей до того охота матушкой быть, чтобы матушкой называли. И она ему приставала. Приставала, мужа моего. Рукоположите хоть где я, как она. Где-то что-то подать. Он может. Он старательный. Но он никуда не годный. Ну, и рукоположили его. И он не служит. А как только вы дали срок, он выходит из поминального стола, все баночки, майонезы, все, большие у него две сумки. Он их набивает. Ну, остальное кому надо разбирать. И вот вся работа. А ей теперь матушка, матушка, матушка. Ну, люди по разным причинам приходят туда. Вот. Она матушка стала. Раз он батюшка, она тут уж почти не понятно. Это у военных никак нельзя. Что если муж генерал, то жила не генеральша. А жила генерала. Вот так. Просто, понятно, никогда. Главное, ты узнал, никогда не участвуй. А не участвует тогда человек будет стремиться. А когда у него есть что-то другое, замена. Замена святого, возвышенного. Вот у меня сегодня утром, мне известно, почему интернет вдруг я все сделал. И решил послать письмо. Я женщинам всем благодарен и в досталь. И вам послал. Выключилась никак. Никиту позвал. Он там что-то ходил. Выключил. Он за работу. А что я делал? Я ничего не делал. То есть я делал все, кроме его хрящения. И сцветия. Ну и все. Надо Господь подправить. У меня есть время. А чем я занимаюсь селом? Найти всегда можно работать. Сегодня вы сейчас собираетесь. Уже в 9 почти. К Роману Малышу идите. Все. До сегодня. Спасибо, Христос. Алиююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю